Виктор Авилов Виктор Авилов Окончив 8 классов, Виктор подал документы в индустриальный техникум А в 1972 году, сразу после завершения учебы, отправился отдавать долг родине Когда Авилов вернулся домой, он стал работать водителем МАЗа в автоколонне В тот период молодой человек даже и не думал о том, чтобы связать свою жизнь с театром Да и своеобразная внешность не слишком подходила для сцены При этом яркая наружность никогда не мешала Виктору знакомиться с девушками Первой супругой Авилова стала Татьяна Виктор дружил с ней с 16 лет А когда уходил в армию, пообещал жениться по возвращении Своё слово юноша сдержал Однако этот брак проверку временем не прошёл И вскоре супруги подали на развод Детей у Татьяны и Виктора не появилось В середине 70-х друг Авилова познакомил юношу со своим братом Валерием Беликовичем Перспективным режиссёром и создателем любительского театра на юго-западе Москвы Виктор согласился принять участие в проекте «Валерия» Который постоянно находился в поиске единомышленников Так актёр стал совмещать работу водителя с репетициями и выступлениями в театре Вот как вспоминал о том периоде один из зрителей театра Беликовича «У меня с Авиловым связано одно из ярчайших воспоминаний детства С отцом приехали в молодой ещё тогда театр на юго-западе Тогда было довольно экзотично прийти в театр, расположенный в спальном районе В полуподвале жилого дома Припарковались за самосвалом Из самосвала выходит мужичок и заходит за нами в театр Начался спектакль На сцену вышел тот самый водитель самосвала Я сидел с ног до головы в культурном шоке То есть после работы шёл на репетицию Или во время работы играл спектакль Подгонял свой МАС к театру Зима Глушить двигатель нельзя МАС там тарахтит, я играю спектакль Выхожу со спектакля и на всю ночь еду песок возить В 1979 году Виктор решил оставить карьеру водителя и полностью погрузиться в театральную деятельность Тогда театр на юго-западе как раз стал профессиональным В начале 80-х в труппу театра влилась начинающая актриса Галина Галкина Новая коллега очень понравилась Виктору и он стал оказывать ей знаки внимания Девушка ответила взаимностью А вскоре влюблённые поженились Позже в семье появилось две дочери Аня и Оля Кстати, младшая дочь Ольга пошла по стопам родителей И в 2003 году стала актрисой театра на юго-западе Ольга Авилова предана сцене родного театра Но успела принять участие в 11 кинопроектах В 1988 году Юнгольд Елькевич взялся за экранизацию знаменитого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» С самого начала режиссёр видел в роли Эдмона Дантеса Михаила Боярского Он даже утвердил его на эту роль Однако, наблюдая за выступлением Авилова в роли Гамлета Георгий Емельевич изменил своё решение Вот как вспоминал об этом Михаил Боярский Он приглашал меня сниматься на главную роль Но вызвал меня и сказал, что, мишку, понимаешь, нашёл парня потрясающего Такой Виктор Авилов Посмотри на него, скажи, какие у тебя впечатления Михаил Боярский пришёл за кулисы театра на юго-западе, чтобы взглянуть на Авилова Виктор буквально прожёг Боярского взгляда Тогда Михаил понял, почему Юнгвальд Хилькевич передумал Роль «Мстителя» определённо должен был исполнить Виктор Авилов Однако Д'Артаньян не остался без дела В фильме он исполнил роль главного антагониста Монте-Кристо Графа де Марсер Надира Мирзаева, которая сыграла прекрасную наложницу Гайде Позже актриса стала супругой Юнгвальд Хилькевича Так вспоминала об Авилове Он в жизни был очень некрасивый человек Достаточно блеклый и глаза такие на выкате, нос острый, длинный Но когда он выходил на сцену или начинал играть Это был необыкновенно красивый человек Он прям затягивал Юра увидел его в роли Гамлета и подумал, что это настоящий граф Монте-Кристо Надира Мирзаева утверждала, что Виктор пользовался популярностью у всей женской части съёмочной бригады В него были влюблены как коллеги по площадке, так и поклонницы Ходили слухи, что даже признанный красавец Боярский завидовал успеху Авилова у противоположного пола Более отрицательной рожи, чем у него, вроде бы и не найти Но у него столько обаяния, что женщины от него млели Во время съёмок «Искусство жить в Одессе» 36-летний Авилов стал испытывать нежные чувства К только что ставшей совершеннолетней ассистентке костюмера Ларисе Она была замужем, муж у неё был моряк По полгода ходил в плавание Чем и воспользовался Авилов То есть он говорил, что ну вот как же можно такую красавицу Отпускать на полгода Его симпатия оказалась взаимной Виктор даже решил уйти из семьи ради новой возлюбленной Однако этот выбор дался ему нелегко Мужчину мучили угрызения совести Ведь он жил в счастливом браке с Галиной Галкиной почти 10 лет И воспитывал двух дочерей К тому же Галина продолжала выступать на одной сцене с Авиловым И практически ежедневные встречи с бывшей супругой Служили Виктору напоминанием о его предательстве Галя, видимо, оказалась слишком сложной Актриса талантливая, со своим миром Что-то его, видимо, не устроило И вот такая нормальная, детская, красивая девчонка Пришлась к месту Я сразу начала понимать, что человек уже отдаляется Никаких скандалов, никаких объяснений Просто стало понятно, что он начинает жить какую-то другую жизнь Я не думала ни о чем Ни о том, что мы принесем боль нашим близким людям Ни о том, что мне придется бросить все И перебраться вообще в незнакомый мне город Я просто любила, и он любил, и все Несмотря на душевные терзания, театральная карьера Авилова шла в гору Британские таблоиды окрестили актера лучшим Гамлетом А зрители заверяли, что Виктор в этой роли смотрится более органично, чем Высоцкий и даже Смоктуновский Вот это единение с залом Я могу сейчас сделать, что он заплачет, засмеется Все что угодно сделаю Или, например, когда я играю в Мольера Они плачут, я видел много раз, плачут люди Вот в чем дело Неудивительно, что за Авиловым закрепилось амплуа мистических героев и загадочных персонажей Так в триллере «Господин оформитель» Виктор исполнял роль художника, который хотел обмануть смерть А затем отважного графа Монте-Кристо Но именно роль мага Воланда подходила Авилову идеально Ведь он сам владел сверхъестественными способностями Пробовал себя в качестве гипнотизера, мага, а также общался с потусторонними силами Он обладал гипнозом, актерским гипнозом И не только актерским У него замечательные излучающие руки Он лечил руками Девиц, болели головы Он подходил там через одеяло, делал какие-то пассы У них боль проходила, они шли на съемочную площадку Буфетчица театра на Юго-Западе Любовь Жильченко Свела Авилова с оккультным наставником Валерием Аверьяновым Впоследствии гуру рассказывал, что Виктор уже давно знал о своей способности телепата Которую признали даже в институте мозга Появились зрители, они увидели, что он светится Они стали приносить ему всякую литературу там Оккультную, экстрасенсную и так далее В 90-х у Аверьянова было много последователей Но в нулевые общество, в котором состоял и Авилов, объявили сектой К тому моменту наставник уверил Виктора, что он потомок самого Иисуса Христа В 95-м году актер поехал на гастроли в Европу со спектаклем «Мастера Маргарита» Перед одним из выступлений Авилов почувствовал недомогание Врачи поставили диагноз – давняя язва желудка По дороге в больницу сердце Виктора остановилось Но реаниматорам удалось спасти актера К сожалению, как только Авилов почувствовал себя лучше, начались осложнения Сердце мужчины вновь остановилось Но и на этот раз врачам удалось вытащить Виктора с того света После этого случая про актера стали говорить Смерть от него отвернулась И Авилову это придавало уверенности Врачи подтвердили, что актер будет жить Но обязательным условием был отказ от спиртного Которым Виктор начал злоупотреблять еще во времена работы водителем Позже, после каждого вступления в гримерке Актер использовал алкоголь как средство, помогающее выйти из образа Авилов рассказывал, что его преследует роль Воланда Отчего он не может уснуть Но Виктор и правда на какое-то время отказался от спиртного По прошествии четырех лет Авилов приболел А после долго не мог вылечить кашель Актер решил пройти полное медицинское обследование Оказалось, туберкулез Виктор выглядел все более изможденным Ему пришлось оставить сцену и начать лечение Спустя два года Авилов стал поправляться Тогда он любил повторять В наше время от чахотки не умирают Может быть, эта мысль слишком сильно засела в голову актера Ведь как только Авилову разрешили вернуться домой Он тут же перестал выполнять указания врачей Жизнь вовсю кипела Виктор открыл свою школу актерского мастерства при театре Попробовал себя в роли режиссера-постановщика Часто ездил на гастроли Постоянно снимался и не забывал про сцену Как у него хватало сил, но я думаю, что он себя просто сжег Зрители не переставали восторгаться талантом Авилова Но их все больше волновал истощенный вид мужчины Он был бледен, как полотно, но старался не обращать внимание на плохое самочувствие Предполагая, что это снова напоминает о себе язва желудка Как вообще можно было в таком состоянии что-то играть, когда он даже лежать не мог? Моя сцена, он поднимался и вперед Стояла раскладушка, сцена закончена Витя приходил, ложился Вдобавок, из-за участившихся скандалов с женой на тему ревности Виктор снова начал выпивать Точный диагноз, который оборвал жизнь Авилова Актер узнал всего за пару месяцев до своего судного дня В июне 2004 года Виктор Васильевич вернулся с гастролей И рассказал супруге Ларисе, что его стали тревожить сильные боли в спине Но тогда Авилов еще надеялся, что он просто застудился Его нормальное мужское презрение к болезни Это тоже качество настоящего мужика русского Ну вот не хотят они согласиться с этим Да и никто не соглашается В больницу актер попал лишь тогда, когда обезболивающие перестали помогать Выяснилась онкология, которая развивалась уже 9 лет Виктор решил, что на этот раз ему удастся сразить недуг Он с женой разослал письма во все прогрессивные зарубежные клиники Однако никто не взялся за его дело В ответ врачи писали, что спасти его может только чудо Тогда Авилов решил отправиться на лечение к целителю в Новосибирск За пару дней до вылета актер встретился с бывшей женой Галиной Галкиной Чтобы покаяться перед ней и попросить прощения В Новосибирск Виктор добирался практически в забвение Больше месяца продолжалось сомнительное лечение Тело пациента разогревали практически до 60 градусов Что по меркам целителя должно было уничтожить злополучные клетки За день до ухода из жизни Виктора Васильевича Его жена Лариса увидела удивительный сон Супруг идет вверх по лестнице в белой рубашке Улыбаясь он кричит «Я иду играть! Я на сцену!» Утром 21 августа 2004 года Женщина узнала тяжелую новость Ее мужа не стало, Авилов ушел 52-й год Друзья, родственники и поклонники смогли попрощаться с замечательным актером на Востряковском кладбище Безумно жаль, что Виктор Васильевич Авилов Харизматичный, талантливый и яркий актер ушел так рано, спалив себя дотла Скорее всего, он догадывался, что ему суждено прожить такую короткую, но интересную жизнь Светлая память Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал С вами была Анна и зеркало экрана Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин